Итак, E в степени Z равняется 1 плюс Z, плюс Z квадрат на 2 в катериал, плюс Z в кубе на 3 в катериал, плюс так далее до бесконечности при вещественном положительном Z, как мы только что разобрались. Более того, эта сумма, вот этот ряд, да, сумма вот этих слагаемых, он сходится очень быстро, если, конечно, заглянуть достаточно далеко сюда. То есть вначале, да, вначале слагаемые растут, растут до какой-то, возможно, очень большой величины при большом Z, но потом они начинают падать и в конце концов падают быстрее любой геометрической прогрессии. Вообще, если честно, то, наверное, больше, чем 2 трети установленных сходящихся рядов, доказанных сходимости рядов, следует из сравнения этих рядов с геометрической прогрессией. То есть, да, в школе изучается геометрическая прогрессия, и более сложные ряды не изучаются, но, по-честному говоря, и после школы сильно дальше мы не пошли. Мы просто умеем ряды сравнивать с геометрическими прогрессиями. Если ряд быстрее, если его члены, да, быстрее убывают, чем геометрическая прогрессия, то мы констатируем сходимость. И ура! И чаще всего самое важное именно такой прием, да, то есть вот его надо запомнить. Надо запомнить сравнение ряда с геометрической прогрессией. Все очень просто. Если у вас удалось сравнить, значит, он будет сходиться. Хорошо. А что же делать, если Z вещественное отрицательное или вообще любое комплексное? Ответ. А ничего сложного. Смотрите, давайте оценим. Для того, чтобы узнать, что ряд сходится, что нам надо сделать? Нам надо оценить хвост этого ряда. Оценить хвост. И даже можно воспользоваться принципом Каши и установить, что частичные суммы ряда обладают свойством фундаментальности, образуют фундаментальную последовательность, и тогда у нее будет какая-то сумма. Ну, вы мне скажете, ну как же так? Ведь это же теорема верна только для вещественных чисел. А я ее собираюсь применять для комплексных чисел. То есть я собираюсь сказать, что любая фундаментальная последовательность комплексных чисел тоже будет сходиться. Да, это верно. Это не очень сложный факт. На самом деле, соответствующее утверждение верно даже для последовательностей в совершенно произвольном, многомерном, более того, если честно, то в любом полном нормерном пространстве. Но это слова сложные, из высокой математики. Достаточно сказать следующее, что это свойство, что фундаментальные последовательности сходятся, будет верно в любом многомерном пространстве. И мы про это поговорим, когда перейдем к многомерному анализу и линейной алгебре. Мы об этом специально поговорим, о свойствах сходимости последовательностей, точки которых живут в многомерных пространствах. Ну, так как комплексные числа образуют двумерное пространство над вещественными, у них есть две координаты х и у, вот они, комплексные числа, то, что будет верно для произвольного многомерного пространства, тем более верно и для комплексных чисел. То есть фундаментальная последовательность будет сходиться. Поэтому нужно установить фундаментальность вот такой последовательности. Как мы это сделаем? А мы выведем ее из фундаментальности такой последовательности, частичных сумм такого ряда при положительном, вещественном числе, там, s каком-нибудь. Давайте сделаем это. А именно, чему равна частичная сумма ряда, такого, значит, от одного до какого-то там числа k, она равна вот такому. А частичная сумма до какого-то другого числа, скажем, m, большего, чем k, равна вот такому. Что значит фундаментальность последовательности частичных сумм? Это значит, что расстояние от этого до этого, то есть разность, да, разность, модуль разности вот этих двух выражений, должен стремиться к нулю, независимо от того, чему равно m, при k, стремящемся к бесконечности. Ну, чему равна разность? Разность, понятно, чему равна модулю, модуль разности чему равен модулю, вот такого выражения. zk плюс 1 делить на k плюс 1 факториал, плюс так далее, плюс z в n делить на m факториал. Вот. Мне нужно оценить этот модуль, то есть убедиться в том, что при достаточно больших k, независимо от того, чему равно еще больше, чем k число m, вот это будет меньше какого-то одного и того же числа. Единственное, что мне при этом потребуется, это оценить сумму модулей комплексных чисел. Смотрите, если есть два комплексных числа, которые изображаются векторами на плоскости, то что такое их сумма? Сумма — это вот такой вектор. И нерависть, которым я хочу воспользоваться, заключается в том, что модуль суммы меньше или равен сумме модулей. Оно настолько фундаментально, что его часто даже, ну, как бы, лень упоминать, да, но, тем не менее, это некоторая проверка. Из чего оно следует? Следует из нерависти треугольника на плоскости просто. Что? Вот эта вот сторона плюс эта сторона по абсолютной величине будет больше, чем вот эта сторона. Ну, в некоторых случаях равна этой стороне, если треугольник вырождается в отрезок, тогда сумма слева и сумма... модуль слева — это длина вот этого вот отрезка, а справа написана сумма вот этих двух, и получается равенство. Во всех остальных случаях неравенство треугольника работает. Ну, и вообще во всех случаях верно, что здесь меньше или равно можно поставить. Ну, и кроме того, нам придется оценивать модуль там z в какой-то льты степени. Ну, это то же самое, что модуль z в степени ль. Мы уже изучали умножение комплексных чисел. При умножении комплексных чисел модули перемножаются. Поэтому что здесь я пишу? Я пишу, что это меньше или равно сумме модулей. Модуль z в степени k плюс 1 делить на k плюс 1 факториал плюс так далее, плюс модуль z в m делить на m факториал. Ну, и, наконец, я что могу сделать? Здесь я могу заменить на модуль z в какой-то степени. Ну, и из модуля, да, мы, если мы берем модуль какого-то комплексного числа, поделенного на какое-то положительное вещественное, то это просто укорачивание вектора в соответствии с числом раз. Поэтому это число тоже можно выставить за знак модуля. Модуль там какого-то комплексного числа z деленного на 2 равен 1 второй модулю комплексного числа z. Это совершенно очевидно из геометрии. Поэтому здесь написано на самом деле модуль числа z в степени k плюс 1 делить на k плюс 1 факториал плюс так далее, плюс модуль того же самого числа z в степени m делить на m факториал. Вот. А теперь я говорю, что ряд 1 плюс модуль z плюс модуль z в квадрате на 2 факториал плюс так далее, плюс там модуль z в кубе на 3 факториал плюс так далее до бесконечности сходятся, Потому что модуль Z это положительное вещественное число И это мы уже проверяли В предыдущий раз мы проверили, что такие ряды сходятся Следовательно, последовательность частичных сумм вот этого ряда фундаментальна А значит, вот такие суммы ограничены числом и эпсилон Любым, сколь угодно малым числом и эпсилон Если вот это k сделать достаточно большим То есть рассуждение такое Для любого эпсилон существует такой номер k Что вот эта сумма при любом m станет меньше эпсилон Это верно в силу сходимости вот этого ряда Но тогда для того же самого эпсилон При том же самом номере k Модуль любой вот такой суммы Где m совершенно произвольное число больше, чем k Модуль вот такой вот суммы Тоже меньше эпсилон А это означает фундаментальность вот этой последовательности Частичных сумм вот этого вот ряда То есть сходимость вот этого ряда при любом комплексном Z В частности, при любом вещественном отрицательном Вот на этом доказательство полностью завершено То есть мы Мы как бы вот этот ряд, да, мы его написали И установили его сходимость на всей комплексной плоскости С помощью двушаговой процедуры Первая часть стоит в том, что при любом положительном вещественном Z Это сходится, этот ряд сходится Потому что в нем слагаемые С какого-то момента начинают убывать Быстрее вообще любой геометрической прогрессии Ну понятно, значит он очень быстро в конце концов Значит в конце концов его остаток уже очень-очень быстро будет сходиться Это первое А второе, то что если мы теперь возьмем произвольное комплексное Z То соответствующий ряд его частичные суммы Они друг относительно друга, да, расположены не дальше Чем частичные суммы ряда с модулями, которые сходятся А значит и без модулей тоже соответствующий ряд будет сходиться И при любом комплексном числе Z будет определять некоторую функцию Функцию E в степени Z Вот